здравствуйте с вами максим мазы и сегодня у нас будет обзор на мобильный телефон nokia 101 да вы некоторые вот подумали один человек подумал что я вот ушел от игры перешел к телефону нет я записываю видео на разные темы на телефон иногда на игры иногда на что-то еще короче nokia 101 выпускался в двух цветовых решениях это оригинальный серый цвет и в моем случае красный цвет мне больше нравится серый но какой есть телефон такой есть я почему-то решил красный вместо серого купить ну тут на камере видно на раньше вы больше похож ну и ты за освещение если я выключу освещение то плохо будет видно тогда лучше его включим как-нибудь так оставим в общем довольно у него довольно так себе дизайн выглядит он довольно просто но стильно принципе сверху у нас находится фонарик разъем под наушники три с половиной миллиметра зарядка 2 миллиметра здесь отверстие для шнурка здесь слот под карточку micro sd телефон музыкальный в нем есть mp3 плеер и музыку можно только через карту карту памяти запустить bluetooth и здесь никаких вот переходов подключения компьютер здесь нету только на карту памяти записываю и вставляю и слушаю музыку заявлено что карта памяти держит до 16 гигабайт но на практике выяснилось что и 32 гигабайт она держит я тоже это проверил без проблем работает также телефон является аналогом модели nokia x101 вышедший 2011 году x101 тоже 2011 году вышел но чуть попозже он является более как бы дешевой версии с пластиком матовым x101 там был глянцевый глянц выглядел привлекательнее намного чем матовый пластик но у правда глянется на нем следы остаются такие тут таких сильных следов заметных остается телефон двухсимочный давайте откроем его и посмотрим здесь аккумулятор bl5 c у меня на 1020 миллиампер но по умолчанию у него идет в комплекте аккумулятор на 800 миллиампер bl5 cb здесь две сим-карты одна сим-карта закрывается вот так вот на металл во вторая сим-карта просто туда просовывается почему-то решили вот так вот сделать по-разному так зарядился телефон мой там на зарядке кнопочки прикольные отдельные пальцы не соскакивают новых с 101 они были слитные пластиковые тут выигрывают на вики и вверх вниз влево вправо нажимается в центр не нажимается здесь у нас находится углубление которое является не более чем бесполезное украшение потому что динамика тут нет динамик всего один он находится задней стороны он и разговорный и звон звонковый музыка и разговорка дай когда разговариваешь звук разговорный отсюда идет это довольно неудобно с 101 динамика было два разговорный был здесь и звуковой в середине также кстати был x100 чем отличается от x101 фиг его знает вообще лан также у x101 по бокам были клавиши для управления плеером здесь такого нет но в остальном они принципе идентичны есть маленькие отличие там функциональности но они особо незначительные ладно давайте включим телефон стоил он когда вышел полторы тысячи рублей я купил его в связном за 1200 рублей так здесь у нас 2 и 2 антенны 2 симки телефон одновременно с двумя сим-картами умеет работать это круто белая подсветка кнопок вот здесь можно перейти в параметры двух сим-карт сразу кнопочки удобные нажимать приятно давайте позвоним службу выбираем сим-карту которую мы будем звонить на громкости проявляет вот отсюда идет не очень удобно понятно здесь микрофон находится у нас дизайн принципе мне очень даже нравится из два раза нажать вверх включится фонарик тут на камере помехи возникают фонарик так себе можно что-то им осветить ну давайте пройдемся по менюшке сообщение контакты журнал вызовов настройки музыка игры часы дополнительные функции и меню сим-карты меню 2 сим-карты короче сообщение у нас тут всякие даже он чатик есть но сейчас он не функционирует уже контакты можно переместить скопировать быстрый набор звонки время и стоимость нет времени стоимости нету длительность визов короче настройки параметры двух сим-карт всегда можно спросить можно если вам мешает можно выбрать с какой сим-карты вы будете там звоните все такое настройки сигналов также выбираем на какую сим-карту какую мелодию будем ставить можно mp3 мелодию на звонок поставить но есть тут и вшитые мелодии давайте чем послушаем ну вот та самая nokia tune у нас а а а а а а а а это полифонические мелодии тут 32-голосная полифония давайте послушаем что-нибудь из и айси тут есть в конце так себе мелодии тут у нас юра вызов и все такое дисплей можно выбрать тему 14 как по мне больше всего подходит красному цвету но тут есть другие темы тоже в принципе идет 3 3 вот эти вот темы больше к серому цвету подошли бы 11 мне нравится очень 12 меня меньше всего нравится как-то тут розовый свет по краям некрасиво цветовые схемы отображение меню заставки есть всякие вот даже математическая заставка есть один у нас на 4 то 4 давайте что у нас еще будет а это я не знаю даже 7 полезная заставочка шарики вот такие вот есть непонятная лента которая меняет цвет и в разные узелки связывается супер нового просто меняются цвета ничего особенного но просто снимок на камеру так режимы настроить можно настройки телефона настройки стоимости музыка довольно интересный раздел для этого аппарата музыкальный проигрыватель mp3 он только mp3 проигрывает больше никаким форматом не проигрывает радио радио без наушников не работает давайте что-нибудь включим только я посмотрю какую лучше музыку выбрать это авторские права сейчас я найду музыку где авторских прав нет господи сколько тут музыки это же вообще зашибись просто давайте композицию самсунга поэтому с 33 22 Есть еще также демонстрационные композиции, если у вас карты памяти нет. Чих тут четыре. О, вот это вот мне больше всего нравится. Но их вызбранные нельзя добавить. Не работает. Можно свернуть плеер и что угодно делать. Так, у нас тут есть игрушки. Шесть игрушек встроенных. Ладно, давайте отключим плеер. Мешать будет. Игры. Игры шесть штук встроенных. Своей нельзя зашивать. Бич, Ралли, Кейт Борд Мастер, Мьюзик Лик, Тон Визард, Судаку и Змейка. Всем нам известная Змейка. Тут три игры, которые взяты из Nokia 1202. И три музыкальные игры. Давайте пройдемся по каждой из них. Бич, Ралли. Ну так, краденько пройдемся по ним. Посмотрим, что это вообще такое. Бич, Ралли. Это игрушка, перекочевавшая из Nokia 1202. Из 1280 еще. Кстати говоря, X1-01 Nokia является в свою очередь аналогом модели C100. Но, наверное, вы скорее всего... Но вы вряд ли знаете об этой модели. Потому что на СНГ рынке ее почему-то не продавали. На СНГ рынке C100 почему-то не было. Модель C100 является усовершенствованной моделью Nokia 1616. Дизайн идентичный. Но там уже две сим-карты. Был плеер. В общем, все, что было здесь. Какие игры там, я не в курсе. Давайте круг один проедем. Тут у нас время. Тут очки. Тут количество кругов. Это скорость. Так. Тут у нас машина еще какая-то. Так. Скорость плюс 50% временно. Ладно, хватит играть. Давайте другую игру. Keyboard Master. Это музыкальная игра. Тут выбираем инструмент. Давайте пиано. Выберем. Тут можно мелодию составить. Давайте составим мелодию. В саду-ли в огороде бегала собачка. Вот так вот по ноткам. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Давайте послушаем. Ну, похоже. Давайте сами сыграем ее вот так вот. Ну, неплохо. Можно сохранить. Тут библиотечка вон есть. Но у меня ничего тут нет. Межиклик. Это игрушка. Тут режимы у нас. Три режима. Давайте битмания возьмем. Такая вот игрушка. Помню, у нас похожая игра была. Одной из мини-игр в Мадагаскаре. В которой мы с вами играли. Вечеринка лемуров там называла. Так. Выбираем мелодию. Танцующая роза. Давайте ее возьмем. Уровень простой. Вот так вот, короче, надо. Шарики вот эти вот надо. Кстати, игра. Вы не сможете поиграть в эту игру, если у вас включено радио. Музыкальный плеер. Или у вас просто звук отключен. Эх, пропустил. Надо пока музыка не закончится. Вот так вот эти шарики. Так себе сложная, короче говоря, игрушка. Finger dance. Там немного другой режим. Тартар. Ну, давайте взглянем, ладно. Чуть-чуть. Диджей диско. Вот так вот надо на циферке щелкать. В ритм музыки. Ну, вот только сложная эта игра. Давайте теперь... Тар-тар-тар. Или тап-тап-тап. Называется он. Драйв в городе. Вот так вот, короче, надо щелкать. Пока получается неплохо. Эх, ну ладно. Хватит уже играть. Давайте перейдем теперь к Тон Визард. Тон Визард тоже что-то похожее на Keyboard Master. Тут, короче, выбираем инструмент. Правда, вместе с инструментом в любом случае играет барабан. Ну, давайте начнем чего-нибудь. Стой, 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 куда ты? В девятку давай. Ну, ладно, давайте посмотрим, что получилось. Тут максимум можно до 30. Так же можно сохранять мелодии. Судоку. Не такая интересная игра, как, к примеру, Змейка. Так. Ну, тут Судоку вы, наверное, знаете. Тут надо циферки. Нет, не подходит. Тут 2, может, подходит. Нет, не подходит. 3. 3 подходит. 2. 2 не подходит. 2 здесь. Так. 5. 5. Ну, тут тогда 1. Давайте заполним поле до конца. 4. 5. 6. Нет. Тут 6. 5. У нас будет. А, в общем, давайте к Зменьке уже перейдем. Вы, наверное, ждетесь не дожметесь в Змейку. Мне очень, мне больше всего нравится режим компании. Потому что тут несколько уровней. Но мы, правда, могли бы сделать компанию, чтобы сначала был без лабиринта, классический, уже потом с ящиком и так далее. А тут начинается с ящика сразу. Так. Спустя несколько шариков будет большой красный шарик, который больше очков дает. Надо в режиме компании, короче, вот эту шкалу зеленую заполнить до конца, чтобы открылся проход на следующий уровень. В виде квадратика маленького. Ну, эту игру мы знаем все. Такую легенду забыть просто невозможно. Так. Красный шарик у нас временный. Блин. Давай, 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 давай. А, пофигу на красный шарик. Он нам только очки дополнительные дает. Шкалу, вон, не увеличивать на кратном размере. Блин. Надо было немного. Вот и проход на следующий уровень у нас открылся. Тоннель. Ну, ладно, мы прошли один уровень, не хватит. Часы, ну, часы. У нас тут говорящие часы есть. 21, 25. Прикольно. Прикольно. Да, прикольная функция такая. Можно будильник поставить, кстати, на это. Дополнительные функции. Памятки. Калькулятор. Калькулятор тут максимально простой. Только умеет умножать, делить. И то далеко не все числа. К сожалению. Есть конвертер. Можно создать свои конвертеры. Я, например, создал конвертер час и секунды, например. Пять часов это 18 тысяч секунд. Один час 3600. Можно пять своих создать собственных. Сколько? Шесть секунд. Шесть минут это 360 секунд. В общем, прикольно. Расход. В более ранней версии прошивки, первые прошивки этого телефона, он назывался не расход, а учет. Тут, короче, можно свой список составить. Это очень прикольная такая функция. Таймер, календарь, секундомер, синтезатор мелодии из прикольных вещей. Тут пусто у меня. Можно просто оставлять. Какие-то мелодии нет, сохранить не надо. Ну и демонстрация. Ну и фонарик, конечно. Демонстрация тут показывает, короче, как телефон происходит. Ну и меню сим-карты. Память до 500 контактов поддерживает. Что довольно много. У меня никогда не бывает столько контактов. Актив можно выбрать. Тут настроить под себя. В общем, прикольный телефон. Простенький, конечно, но функций достаточно, не так уж и мало. В общем, ну на этом мы, пожалуй, закончим пока. Чуть позже вышел аналог упрощенный чуть попозже. Nokia 100 называется. На него у нас не в следующем видео. Всем, а пока что, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока. С вами был Максим Мады. Субтитры сделал DimaTorzok